Я на затому с тобой о смирении Христову и так, или как приступить нам всем с чистой совестью. Вы знаете и помните, что раньше беседуя о славе ненародного, я перечислил много причин снисхождения в его изречениях и сказал, что Христос часто говорил уничиженно не только как облеченный плотью и не только по причине немощи слушателей, но во многих случаях для того, чтобы научить смиренно мудрию, то есть не превозноситься, что я лучше всех, я святее всех, я больше всех все знаю. Эти причины и тогда достаточно исследовало упомянув и о молитве при воскресении Лазаря. Помните, при воскресении Лазаря он помолился, а имел ли он нужду в том, чтобы молиться? Конечно, нет. А эта молитва была для тех, которые стояли вокруг его, чтобы поняли, что всякое дело, которое мы должны спрашивать благословения у Господа. Надо мне сделать или нет это? А как узнать? А скажи, а сделал бы Господь это то, что я хочу делать? Стал бы он ругаться с кем-то, выяснять отношения с ближними, по пустякам просто бывает у нас иногда. Стал бы Господь это делать? Нет, наверное, не стал бы. Тогда и мне не надо это делать, потому что я его сын, я царский сын. Царский сын не будет где-то на площади с кем-то там выяснять отношения и ругаться. Он царский сын, я царская дочь, мне непозволительно это делать. Он совершит для удостоверения в своем домостроительстве и другую для исправления немощи слушателей, не имея сам нужды ни в какой помощи. А всегда просил помощи у Отца Своего Небесного. Если, возможно, доминуй, чаще себя мимо меня, да будет воля Твоя. А что он многое делал для научения людей, смиренно мудрый, об этом послушать далее. Он влил воду в умывальницу и, мало этого, еще опаялся за полотенцем, снисходя до крайнего уничижения. Вот он начал умывать ноги ученикам и вместе с учениками омыл ноги и предателям. А ведь он знал, Христос, кто его предаст. Знал, что это нехороший человек, недобрый, за 30 семейков продаст его. Но он умыл и ноги ему умыл. Вот это нам в научении. Кто-то нам не нравится, какой-то человек мне не нравится. И поэтому я могу его и в дом не пустить. Если пришел он в дом, то кажется, будто бы все у меня нехорошо в доме, потому что этот недобрый человек, как мне кажется, был у меня в доме. А Христос как поступил? Он бы сказал, Иуда, ну-ка уйди отсюда. Я не буду тебе ноги умывать, ты завтра предашь меня. Уйди отсюда, ты нехороший человек. Нет, Господь смиренно умыл ему ноги. Еще этим показывает, что кто не научит, кто не изумится и не подивится этому. Он умывает ноги тому, который намеревался предать его. И Петра, который уклонялся и сказал, не умоешь ног моих вовек. Он не обходит, но говорит ему, если не умою тебя, ног твоих, не имея счастья со мной. Тогда Петр сказал, Господи, не только ноги, но и руки, и голову умеет. Только бы не лечиться счастья со Христом. Видишь ли, благословение ученика и в том, и в другом, и в уклонении, и в согласии. Хотя в словах его и было противоречие, но и другое было сказано от пламенного душевного расположения. Видишь ли, как он был всегда пылок и ревностен. Но повторяю, из уничиженного действия ты не должен выводить заключение об уничиженности существа его. Послушайте, что говорит он ученикам после умовения. Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом. И правильно говорите. Ибо я точно тот. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, умыл и предателю, и Петру, который отрекется от него, всем умыл ноги, то и вы должны вымывать ноги друг к другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Пусть не будет здесь Иуды с лукасом, относящихся к своему ближнему, да не приступает ни в той из нечестивых, имеющих в сердцах своим скрытый яд. Это говорит о тех, кто приступает к причастию. И теперь присутствует Христос, устраивая трапезу. Не человек тот, кто притворяет предлежащее в тело и кровь в Христову. Священник стоит только исполняя образ и приносит молитву. А все совершает благодать и сила Божия. Все говорит, есть тело Мое. Это изречение предлагает предлежащее. И подобно тому, как то изречение, гласившее, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, было словом и стало делом, давая человеческой природе силы к чаду рождению, так и это изречение, гласящее, все есть тело Мое, постоянно взращивает силой благодати тех, кто достойно принимает священную трапезу. Итак, да не будет здесь ни лукавого, ни нечестивого, ни хищника, ни ругателя, ни брата ненавистника, ни серболюбца, ни пьяницы, ни коростолюбца, ни мужеложника, ни завистника. Да не будет здесь преданного блуду, ни вора, ни злумышленника, чтобы не подвергнуться суду. Тогда Иуда достойно был, недостойно был участником Тайной Вечери и, выйдя, предал Господа. Это случилось так для того, чтобы ты знал, что кто недостойно участвует в Таинство, на тех особенно всегда нападает дьявол, и что они подвергаются большему наказанию. Говорю это не с целью устрашить вас, а чтобы сделать вас более внимательными к себе. Как телесная пища, попавших в худосочный желудок, усиливает болезнь, так и пища духовная, когда она принимается недостойно, навлекает большое осуждение. И так убеждаю. Пусть никто не приступает, имея в душе нечистые помыслы, но очистим наше сердце. Мы храмы Бога, если пребываем чистыми, сделаем чистой душу нашу. Ведь это можно сделать в один день. Как и каким образом? Если имеешь что-нибудь против врага, брось гнев, прекрати вражду, чтобы получить от трапезы отпущение грехов. Аминь. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе!